Глава региона Александр Цибульский встретился с представителями общественной молодежной палаты при окружном собрании депутатов. Молодые люди представили свои проекты по развитию молодежной политики в регионе, а также выступили с предложением создать уникальный бренд нашего региона, который станет притягательным магнитом для туристов. Любовь Пермякова с подробностями. Вот вы говорите, вы там одну из тем ставите молодежь, чтобы время перемен. Что для вас время перемен? Какие вы видите перемены? Каким вы видите будущее нашего округа? Что вы хотите здесь увидеть? Какой вы видите свою роль будущего этого округа? Будущее округа молодые и инициативные связывают с развитием арктического туризма. Владимир Абрамов в качестве примера рассказал руководителю региона о пятидневной экспедиции «Жемчужина Тимана-2018». Каждый год он с командой единомышленников отправляется в разные экстремальные путешествия по региону. С нами могли ездить студенты, чтобы они могли видеть это все своими глазами. Может быть кто-то на самом деле загорится, кто-то может быть потом подастся в туризмы и начнет развивать этот кластер. Потому что сейчас мы рассматриваем туризм только с точки зрения коммерческий. Как, допустим, туризм молодежный, туризм спортивный это не рассматривается. Вот у нас есть большой потенциал, чтобы разработать туристические маршруты именно для туризма, который разрядный. На встрече молодые парламентарии рассказали и о том, как необходимо менять облик города Наринмара, несмотря на большие и приятные изменения в сфере благоустройства. Напомним, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» с участием федеральных средств благоустроились три объекта. Дворовая территория по улице 60 лет Октября и строительная детская площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Ранее местные власти подарили Наринмарцам большой парк «Юбилейный», расположенный в районе улицы Рыбников. Там установлены специальные конструкции для занятий гимнастикой на открытом воздухе. Красивый памятник труженикам завода Стелла Паларе появился в районе лесозавода. Но все равно, по словам молодежной палаты, есть объекты и площадки, которые портят лицо красного города. Давайте мы берем все старенькие дома некрасивые, чтобы было все красиво. Согласен, согласен, 100% согласен. Хочется, чтобы у нас был какой-то определенный предоставительный план. Вот видела план, по-моему, из 61-го года, никуда уже брать. Старый очень нет, согласен. Потрясающий план, шикарный набережный в центре города. Я вот департаменту поставил задачу, что все дома, которые сдаются, должны сдаваться с хорошей инфраструктурой дворовой. Именно такой современной, чтобы это было красиво, а не тяп-ляп, чтобы не было дома более-менее приличного, а вокруг, значит, по колено глин. И песка. Ну, это не нужно. Поэтому это точно будем требовать, это правильно. Это называется современная городская среда. Также на встрече представители молодежной палаты представили проект «Открытое пространство». Его инициатором выступил Центр региональной молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Уникальная площадка будет создана на территории одного из бывших детских дошкольных учреждений города. Это арт-пространство ребята со всего региона заполнят творчеством, креативом и спортом. На ней каждый сможет реализовать свою идею. Проект «Открытое пространство» уже получил поддержку главы региона. Львов Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Продолжение следует...